Всем здарова, чуваки, вы находитесь на канале Мишарин, меня зовут Сергей. Я думаю, вы и так без меня знаете, что такое 3D-трекинг в After Effects. Я думаю, вы уже видели на ютубе 10, 20 и так далее минутные видеоролики о том, как пользоваться 3D-трекингом в Adobe After Effects. Но прямо сейчас я научу им пользоваться именно тебя всего за 3 минуты. Погнали! Ну а чтобы вам не засекать эти 3 минуты, где-нибудь на экране я установлю таймер с обратным отчетом. И время начинается прямо сейчас. Поехали! Мы в программе Adobe After Effects, у нас есть вот такое вот стоковое видео, которое я уже скачал где-нибудь в браузере. Так, перетаскиваем его вот сюда, создается композиция. Я его немножко обрежу, где-то вот, допустим, вот здесь, от левая скобка. Перетаскиваем где-нибудь начало, например. И где-нибудь вот досюда, наверное, Alt, правая скобка. Нажимаем клавишу N, обрезаем нашу композицию. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши, Track and Stabilize, Track Camera. Слушайте, я уже начинаю потеть, как-то переживаю. Успели я за 3 минуты вообще все это сделать? Давай-давай, анализируйся, анализируйся. Итак, камера-трекер у нас просчитал наше видео. Вот так вот он теперь выглядит, с такими крестиками. Допустим, не знаю, вот возьму вот эту плоскость, вот так вот обведу мышкой. Нажму правой кнопкой мыши, Create Text and Camera, то есть создается текст. Как видите, он у нас кривой, вообще непонятно, почему он именно так создался, но не суть. Сейчас мы по оси X вот так его ставим. Далее поворачиваем по оси Y. Вот он, вот, 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 вот. Перетаскиваем просто вот так вот стрелочкой. Давайте пока что напишем просто Misharin. Давайте подгоним текст под видео. Допустим, где-нибудь вот здесь вот сверху он будет. Даже можно еще немножко уменьшить. Также подгоняем. В принципе, трекер уже сработал, у нас текст привязался, все отлично. Так, сейчас давайте приукрасим нашу картинку. Допустим, текст с Misharin'ом мы добавим свечение. Для этого мы переходим в Misharin, Effects, Stylize, Glow. У нас автоматически текст становится такой светящийся. Мы можем свечение увеличить, например, задав значение Glow Radius чуть побольше. И можем также еще добавить эффект под названием Mad Choker. Перетаскиваем его перед Glow вот так вот. И, допустим, делаем текст немножечко таким съедающимся, так скажем. Так, теперь свечение сделаем немножко красным. Для этого нам нужно перейти в параметр Glow. Glow Colors, Original Colors менять на AB Colors. И вот здесь вот мы меняем Color A и Color B. Color A, например, мы делаем красный цвет. И, как видите, свечение у нас становится таким красным. И черный оттенок имеется, типа тени. Мы его меняем также, допустим, на белый. Теперь мы добавим еще свечение на нашу землю. Таким образом, надпись будет смотреться еще естественней. Для этого мы создадим Adjustment Layer правой кнопкой мыши на Timeline. Adjustment Layer. Создаем маску. Примерно на том месте, где должно быть свечение от нашего текста. Допустим, как-то вот так. Пускай это будет криво, не так страшно. Далее выбираем Adjustment Layer. Нажимаем два раза кнопочку M английскую. Открываются параметры маски. Мы разблюриваем эту маску примерно, не знаю, до 50-60 пускай. Заходим в Effects, Color Correction, Curves. И вот этот кривой мы просто вот так вот вверх поднимаем. Обрезаем также Adjustment Layer. От левой скобки. Сейчас два кадра отсчитываем. Выбираем текст и Adjustment Layer. Отступаем два кадра. Нажимаем Ctrl-Shift-D. Обрезаем эти слои. Опять отступаем два кадра. Урезаем эти слои. Опять два кадра. Ctrl-Shift-D. И два кадра также обрезаем. Но, как видите, Adjustment Layer у нас остается на одном месте. Поэтому мы должны сделать следующее. Выбрать эти Adjustment Layer. Хотя надо было это сделать изначально. Но сейчас мы это исправим. Как видите, здесь есть пустые квадратики. На него нажимаем. Появляются у нас кубики. Давайте посмотрим, что получилось. Adjustment Layer у нас привязался. Все, отлично, есть. Круто. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Также вы можете вписывать туда и какие-то слои, либо картинки, видео и прочее. И также их подредактировать. Также накинуть какое-то свечение и так далее. Ну а если урок вам был полезен, поставьте побольше лайков под этим видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.